Всем привет, меня зовут Илья, и в этом видео мы сегодня с вами, дорогие друзья, ни много ни мало, а будем учиться играть и строить классные басовые линии и басовые рифы. Ну, для того, чтобы они звучали классно, фирменно, чтобы радовали вас, радовали ваших друзей, ваших близких, родных и ваших слушателей, чтобы музыка лилась и несла в себе позитив, для этого мы сегодня выучим пять классных, популярных и не очень популярных паттернов, боксов, позиций, если это можно так сказать при игре на бас-гитаре. Эти позиции универсальны, абсолютно универсальны, если над ними работать каждый день, тренироваться, учить их, развивать в себе, то можно добиться неплохих результатов в плане построения крутых фирменных басовых линий, которые будут звучать всегда. Вот, и если прорабатывать и думать об этом каждый день. Конечно, многие это делают уже машинально, уже не думают, вот они берут, у них уже мышечная память развита, они уже берут какой-то аккорд, и у них уже все это в пальцах есть. Но на самом деле, честно говоря, и я особо об этом не задумываюсь, об этих позициях каких-то, паттернах, фразах уже особо не задумываюсь на самом деле, задумываюсь только вот, когда надо снять видео, собственно, только для вас. Так, естественно, у меня есть свои какие-то паттерны, которые уже зашиты у меня в подсознании, которыми я уже просто даже не думаю, уже сразу играю. На самом деле, эта тема довольно интересная, ее можно развивать в себе, тренироваться, учить эти паттерны, развивать их, упражняться, сочинять на их основе музыку и, в общем-то, добиваться каких-то интересных результатов. Это универсально, опять же, повторюсь, это универсальные паттерны, которые можно использовать в любом стиле музыки, хоть джаз, хоть в шагающем басе я буду использовать эти паттерны, хоть в фанк, хоть в роке, хоть в металле. Везде, собственно, вот эти паттерны будут присутствовать в равной степени. Вот, это будет пять, на мой взгляд, классных, фирменных, популярных басовых паттернов, басовых боксов, которые используются очень часто. Вот, собственно, давайте начинать уже. Что ж, тянуть резину-то, в конце концов. Итак, а начнем мы наш сегодняшний рассказ, естественно, с цифры 1. А цифра 1 у нас будет мажорная пентатоника. Однозначно, мастхеф однозначно одна из самых используемых гамм, один из самых используемых паттернов боксов в игре на бас-гитаре. Лично у меня он практически уже, знаете, на уровне подсознания, я уже об этом не думаю. У меня пальцы уже сами ищут, когда я знаю, что мажорный аккорд, у меня пальцы уже ставят, в первую очередь, эту мажорную пентатонику. У меня уже ноты под рукой. То есть, уже на уровне подсознания. Я думаю, что у многих бас-гитаре так. Это такая одна из самых основополагающих, таких основополагающих боксов для обыгрывания мажорных аккордов. Ну, давайте не будем, так сказать, вот это все разгогольство, разгогольство что-то говорить. Давайте сыграем, сыграем соль мажорная пентатоника. Выглядит она вот таким образом. Послушали еще раз. Вот, рекомендую проигрывать, если вы серьезно настроены на игру на бас-гитаре, хотите, так сказать, проникнуться поглубже в эту тему, то я советую слушать каждый паттерн его, изучать какие-то, так скажем, придавать в голове какие-то, можно так сказать, даже сейчас я придумаю это слово умное, какие-то сюжеты придумывать на тему вот этого звучания, какие-то смыслами дополнять вот это звучание. То есть, с чем-то это ассоциировать в своей голове и как бы представлять вот этот паттерн, как он звучит, как он, как он, как сказать, материализуется у вас внутри. Если вы понимаете, конечно, о чем я, ну ладно, не будем об этом. В общем, соль мажорная пентатоника. Вот таким вот образом. Кстати, хотел сказать, вот в чем вообще преимущество такого мышления паттернового и боксового при игре на бас-гитаре. А преимущество в том, что мы вот эту красную точечку нашу, соль в данном случае, соль мажор, вот она у нас. Первая ступень у нас здесь будет, мы эту точечку красную можем переместить в любую часть нашего грифа и построить от любой ноты эту соль мажорную пентатонику. Например, вот сместили ля мажорную пентатонику. Давайте послушаем же поскорее. Вот. Мы просто сместили нашу красную точку и получили ля мажорную пентатонику. И мы здесь уже не делаем каких-то лишних движений, не тратим энергию на то, чтобы посчитать тон, полтона. У нас уже все под рукой. Мы выучили этот бокс. Мы уже не тратим лишнюю энергию и время, и можем уже сразу играть и обыгрывать этот ля мажор. Также можно си мажоры обыграть. Ля мажор. И соль мажор. Вот таким вот образом. Итак, после того, как вы выучили этот паттерн, поняли, как и где находятся ноты, как ставить руку, сыграли, потренировались, более-менее уверенно себя чувствуете, можете пробовать уже сочинять свои басовые линии, пробовать играть что-то, наполненное смыслом и что-то, что в вашем понимании является басовой партией. Придумывать, экспериментировать и в голове фантазировать на эту тему. Что касается мажорной пентатоники, опять же, здесь очень много всяких вариантов. Например, вот стиле классического рок-н-ролла партия. Вот что-то типа такого. Ну, например, да, мы сыграли, по сути, это только ноты мажорной пентатоники. Все, больше ничего мы не брали, никакие другие элементы не внедряли. Или даже можно совершенно там другой стиль, например, рифф или линия в стиле пасториуса. Например, давайте поставим бриджевый датчик. И даже можно попробовать какую-то линию в стиле Жака Пасториуса изобразить. Например, Какие-то такие темы в стиле пасториуса. То есть, на самом деле, даже какое-то небольшое количество нот, какой-то небольшой паттерн, казалось бы, на него можно фантазировать, можно придумать даже свой стиль, какие-то свои любимые ходы придумать. Даже в таком количестве малом-небольшом нот. В общем, фантазируйте все в ваших руках. Двигаемся дальше. А дальше мы немножко усложним и расширим нашу мажорную пентатонику. И этот паттерн можно так и назвать – расширенная мажорная пентатоника. Она нам добавляет дополнительных вариантов ходов и дополнительных красок к нашему музицированию, к нашей медитации и к нашему поиску, так сказать, вот этих настоящих классных звучащих нот. Если вы понимаете, конечно. Так, значит, опять же, соль в соль, останемся. Вот у нас тоника. Так, пасториусы оставим, не будем убирать пасториусы. Значит, как этот лад выглядит? Расширенная мажорная пентатоника. Вот такой вот классный лад. По сути, мы здесь перенесли вот на вторая ступень, соль. Третья ступень мы ее переносим сюда. Это нота си, в данном случае третья ступень. Мы просто перенесли немножко для того, чтобы было удобно двигаться по грифу чуть выше, брать более высокие нотки, более такие яркие, понимаете? Поэтому мы немножко сдвигаем нашу аппликатуру, как бы думаем, как профессионал, сдвинули аппликатуру, и вот здесь у нас добавляется еще вверху. То есть мы можем здесь уже какие-то варианты поинтереснее находить, заполнять, так сказать, что-то, какие-то соло-мелодии придумать даже. Вот, например, давайте попробуем. Вот у нас есть. Или, например, что-то. Ну, какие-то, 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 какие-то пассажи. Вот, можно придумывать на основе вот этой вот расширенной мажорной пассажи. В общем, очень классный лад, кстати, опять же. Для чего он нам пригодится? А он нам пригодится, например, для, опять же, для обыгрывания мажорных аккордов. Отлично где-то какие-то заполнения делать, какие-то придумать свои классные мелодии, заполняшки, какие-то вот переходы и так далее. То есть вот тут мы добавляем немножко нот и разноображиваем нашу бас-линию, потому что, опять же, если вы будете играть только в мажорной пентатонике, конечно, это может быть скучно. Не всегда, конечно, я не утверждаю. Иногда это, как минимализм, он иногда очень крут. Но иногда нужно где-то искать что-то большее. Где-то больше можно найти именно в таких расширениях собственно мажорной пентатоники. Вот, какие-то квартовые движения. И вернулись опять в наш пентатоник. Отлично. Звучит, на самом деле, очень круто. И, опять же, можно каждый день работать с этим паттерном, с этой позицией, с мажорными аккордами и найти, так сказать, очень даже классное звучание, найти очень классные ходы, которые сделают вашу игру однозначно более фирменной. Следующий, третий паттерн у нас сегодня, это настоящая имба. Это гениальнейший паттерн, гениальнейший бокс. Это бокс для сочинения песен, это бокс для запоминания песен очень быстро. И если его освоить, если над ним работать, тренировать его и понять его сущность, суть, то можно открыть перед собой просто невероятные горизонты, невероятный скилл и невероятное видение того, что до этого вам не виделось. То есть, в общем, это широкий мажор, вот так вот он выглядит. Ну, как бы принято называть широкий мажор, я так называю, не знаю как правильно, в общем, широкая аппликатура мажорной гаммы. В чем преимущество, в чем крутость, в чем гениальность вот этого бокса? Смотрите, значит у нас здесь по сути 6 ступеней мажорной гаммы, соответственно 6 аккордов в мажорной тональности, и они обычно нумеруются 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть, по сути, у нас все аккорды в тональности от красненькой нашей точечки, от первой ступени, мы их видим прямо в одном боксе, все наши аккорды. Если мы их нумеруем, мы очень быстро можем, опять же, учить песни, учить аккордовые последовательности, сочинять эти аккордовые последовательности очень быстро и эффективно, какие-то рифы. То есть, у нас в одном боксе все наши аккорды в песне, которые есть, кроме седьмой ступени. Но мы здесь ее не берем, берем только 6. Опять же, я беру здесь ля, ля мажор. Потому что, опять, широкая аппликатура, вот эта, она довольно требует растяжки. У меня лично короткие пальцы, не музыкальные совершенно. Мне такие темы тяжело играть. Например, по сторису у него были длинные такие музыкальные партии, он хорошо играл на фоно. Видно, что у него прям, ну, классные именно музыкальные в этом плане пальцы. Вот, и он постоянно играл этот широкий мажор, постоянно использовал в соло, постоянно у него был. Он практически обычно вот этим мажором, который я показал, ну, не так часто появился, как широкий. В общем, смотрите, о чем я вообще тут веду речь. Смотрите, вот берем мы вот этот вот, наши 6 аккордов. Первая, вторая ступень, третья, четвертая, пятая, шестая. Вот они все наши аккорды в тонализе. Смотрите, как можно это здорово тренировать в сочине каких-то аккордов последовательности, как это можно развивать себя. Вот смотрите, например, мы давайте попробуем какие-то аккордовые последствия попридумывать, зная вот этот бокс. У нас, к примеру, первая ступень, ля, 6, 3, 2, 1, 6, 3, 2, 5, 4, 6, 3, 5, 4, 6, 3, 2, 5, 4, и опять один. То есть, по сути, вот у нас в одном боксе все наши аккордовые последствия любые, какие угодно. Мы можем дальше их тренировать, их соединять. Например, можно хроматизмы. Вот таким вот образом. То есть, у нас здесь, по сути, все наши аккорды в одной позиции мы их видим. Если мы, допустим, научимся быстро номеровать вот эти аккорды 1, 2, 3, 4, 5 и накладывать вот эти вот, так сказать, вы видите перед собой аккорды последовательности, вы представили ее в виде вот этого бокса. Например, А, Н, Д, С, в виде вот этого бокса, который у вас помещается в одну позицию, вот этого третьего нашего бокса широкого мажора. И у вас будет все перед ладонью. Вы можете очень быстро запомнить это все. А если это еще и тренировать каждый день, то это можно вообще сократить время на подготовку, на разучивание песен на очень короткое вообще время. То есть, очень быстро можно все это схематично представлять при помощи вот этих 1, 2, 3, 4, 5, 6. В общем, широкий мажор – это супер имба, это классная позиция, классный паттерн, который вообще очень сильно вам облегчит. И, опять же, повторюсь еще раз. В сочинении песен и в запоминании песен, в запоминании аккордов последовательности. А для басиста запоминание аккордов последовательности – это, пожалуй, скилл очень важный. Четвертый паттерн. Один из самых популярных. Один из самых простых, универсальных и самых популярных вообще при игре на бас-гитаре. Это я имею в виду павер-аккорд. Вот этот 1, 5, 8. Арпеджи вот этого павер-аккорда. В любых стилях, хоть джаз, хоть свинг, хоть фанк, хоть рок, хоть металл, везде он есть. Везде я его вижу, наблюдаю, и везде он эффективен, прост и везде работает. Особенно на басу. На гитаре он не так хорошо работает, потому что не такой жирный звук. И вот такие вот арпеджио играть, на мой взгляд, на гитаре хуже звучат. А на басу постоянно очень классно звучит. То есть, очень выигрышно. Всегда мы можем заполнить какой-то аккорд, обыграть его, опять же, с минимумом усилий, с минимумом каких-то затрат умственных. Мы играем вот эту последовательность. 1, 5 и 8. Ну, а здесь у нас будет она расширенная. То есть, мы опять же расширяем. То есть, здесь можно даже, например, опять же, наш вот этот широкий мажор использовать ноту. То есть, это такая вот расширенная версия известного вот этого нейтрального пауэр-аккорда 1, 5, 8. Экспериментируйте, добавляйте ноты расширенного мажора вот этого расширенной пентатоники. Ну вот, собственно, основываясь на 1, 5, 8 паттерне. Опять же, он универсальный, неважно какой аккорд, мажор или минор, он всегда работает. Вот я сейчас сыграл, прошелся по широкому мажору, и от каждой ступени широкого мажора сыграл вот этот паттерн 1, 5, 8. Вот, и пробежался по всем аккордам, освежил у себя в памяти, в мозгу, все это еще раз. Никогда лишним не бывает. Последний сегодня паттерн, который мы рассмотрим, он будет минорным. Это, наверное, один из самых популярных паттернов для обыгрывания минорных аккордов. Он звучит, он классный и используется довольно часто. Значит, паттерн. Красная у нас точка будет, например, ноты ля. И вот так вот будет выглядеть наш паттерн. Пятый сегодня паттерн минорный. Опять же, можно его использовать для обыгрывания минорных аккордов и работать на них каждый день над ним и развивать. Итак, подведем итог. В сегодняшнем видео мы с вами повторили плюс выучили или выучили плюс повторили, неважно, 5 классных звучащих универсальных басовых паттернов, басовых боксов, на основе которых строится огромное количество басовых линий, басовых партий, рифов и тому подобное. Знание этих паттернов, конечно, облегчит вам игру на басу, сэкономить время на создание каких-то звучащих фирменных фраз, фирменных рифов, фирменных каких-то мелодий на басу, заполнений и так далее. Например, надо придумать басовую линию на какие-то аккорды или аккорды и последовательности обыграть на басу. И эти паттерны вам, естественно, помогут в этом и сэкономят ваши силы. Вы сможете их использовать и ваш бас прозвучит, и люди скажут, да, вот это то, что надо, вот эта басовая партия звучит фирменно, она звучит как надо. Чувак явно в теме, чувак понимает и смотрит Илюшу басист в конце концов. Господи, что ты несешь? С кем разговариваешь? Вот такие сегодня были 5 басовых паттернов. Опять же, вы можете, конечно, использовать свои какие-то заготовки, свои басы, потом у вас могут быть свои, вы как-то можете прийти к этому путем каких-то долгих там, долгого музыкального пути. Вы нашли вот эти ноты, нашли то, что именно вот делает вашу узнаваемую, вашу партию более узнаваемой, прям ваш характер, ваш язык музыки нашли. Вы можете играть их, конечно, это к этому все рано или поздно приходят к своему какому-то, к своим любимым таким паттерном боксам. Вот так вот, дорогие друзья, все, все, о чем я хотел сказать, я рассказал. В общем, будем заканчиваться, закругляться, все, хватит уже разглаговаться, пора брать руки инструмент, в конце концов, заниматься, 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 играть, сочинять песни и творить. Вот так. Значит, все ритуалы традиционные в конце скажу, конечно, если они вам не надоели, в общем, подписочка, подпишитесь, поставьте колокольчик, заходите на группу ВК, оставьте комментарий там, какие-то предложения, может быть, или там, не знаю, ну, что угодно. В общем, напишите комментарий, какое-то внимание, это очень важно. На Boosty проходите, на Boosty я оставлю, опять же, к этому видео нотное приложение, сделал какие-то упражнения, какие-то небольшие линии, басовые рифы на основе вот этих сегодняшних паттернов. Опять же, такая дополнительная опция, кто хочет, может зайти на Boosty, подписаться, тоже там много уникального контента по импровизации, по джазовым стандартам, я сейчас занимаюсь очень много, развивается тема, очень много того, чего сейчас нет на Ютубе у меня. В общем, кто хочет, проходите на Boosty. И группу ВК тоже не забывать. В общем, на этом сегодня все, дорогие друзья, всем любовь, доброта, всем кроме хейтеров, всем пока.